Творческое объединение «Профильм» представляет 75-223. Хорошо. Немец пунктуальный. Немец пунктуален, как всегда. 31 августа 1939 года. Четверг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Олло? Гарнизон! Гарнизон! Олло! Это станция. На помощь. Фильм совместного польско-румэнского производства «Золотой поезд». Слава Богу, добрались, господин Унтерштурмфюрер. С этой минуты говорить только по-польски, так точно. Ровно через 23 минуты Великий Рейх приступает к уничтожению Польши. За нашей операцией следит сам фюрер. Помните его слова. Победителей не судят. Остальные инструкции не стоит напоминать. Кто выпадает из игры, надоехать. Кто вышел из игры, предатель. Моя честь – это верность. Автор сценария – Иоанн Григореску. Роли исполняют. Митико Папеску, Вацлав Улевич. Ева Куклинска, Георгий Козорич, Томаш Заривский, Сильвию Станкулеску, Ежи Мольга, Виоланта Крушник, Дан Кондураки, Мирча Амкулеску, Валентин Куритеску и другие. Художники – Ярослав Шветонек, Виктор Тапов. Композитор Корнелия Теуту. Операторы – Мариан Станчо, Николай Джерарди. Режиссер – Богдан Парембо. Мариан, я не хочу быть похоронена заживо, я боюсь. Надо было спуститься в убежище. Пойдем со мной, Мариан, прошу тебя. Не могу. Я боюсь, мне страшно. Я должен ждать у телефона. Если позвонят, значит, я нужен. Если нет, значит, я вышел в тираж. Не бойся. Не бойся, я же с тобой. Как долго? Прето ты ciągle выезжаешь. Почему ты всегда уезжаешь? Почему ты ciągle выезжаешь? Прето я беременна. Чтобы это детство знало отца. И хочу, чтобы мой ребенок знал отца. Если посчитать, мы бываем вместе не больше месяцев в год. А по-настоящему вместе бываем только здесь. Да еще это проклятая война. Польский государственный банк. Люди! Люди, газ! Прошу вас, без паники. Это не газ. Это не газ. Сохраняйте спокойствие. Это горит дом возле ратуши. А говорили, что немцы едят желуди, и танки у них из картона. Молодой человек. Слушаю вас. Вы не мобилизованы? Глаза. Комиссия забраковала. А ведь сколько великих людей были одноклассными. Банк будет работать нормально? Попытаюсь еще. Спасибо. Наконец-то, пан Новак. Вы не боитесь? Мне эта музыка давно знакома. Они еще подавятся нами. Разыщи поскорее майора Бобрука и вызови сюда. После совещания? Нет, срочно. Это пан Новак. У нас с вами одна минута. Заняйся нам сын в родине. Когда родится сын... Скончишь эта война. Эта война уже кончится. Отбежь. Отбежь. Возьми трубку. Нужно 15 грузовиков. Все реквизировала армия. Моя секретарша говорит, что в Варшаве у вас нет конкурента. Она никогда не ошибается. Может быть, найдем машин 5? Минимум 12. Банк хорошо платит, пан Новак. Зачем они вам, пан директор? Скажем, мебель перевезти. Когда? В ближайшие 48 часов. Я рассчитываю на вас. Двенадцать грузовиков. Где взять столько водителей? Вам знакома фамилия Зимянский? Конечно, знакома. Знаменитый гонщик. Моя мама краснеет, как девочка, при одном упоминании о нем. Такой ас не сядет на грузовик. Почему? Он любит риск. У меня была его визитная карточка. Мы познакомились на корте. У вас есть связи в управлении городского транспорта? Есть. Мне сказали, что армия не реквизирует городские автобусы. Пани Рената. Пани Рената. Вы ангел. Позвольте представить, пан министр, майор Бобрук. Мы знакомы. Пани Рената. Позвоните в хранилище, что мы спускаемся. Не дурна кобылка. С добрых харчей. Пойдемте, господа. Пойдемте. Продолжение следует... Продолжение следует... Будем надеяться, что игру удастся вовремя остановить. Она бы не началась, если бы мы не тешили себя иллюзиями. Что вы имеете в виду? На все наши предупреждения нам отвечали, что будут действовать железной рукой шелковые перчатки. Такие сильные, собранные, подготовленные. Не время обсуждать это. Именно так нам и отвечали. Занимайтесь своими обязанностями, а не политикой. Распорядитесь упаковать золото для эвакуации. Кто-то прислал этого бобрука. 80 тонн. 80 тонн. Господи Боже. Где шеф? В гараже. Гараж Новака. Добрый день, я от Ковальского. Весьма кстати. Есть проблемы, какие? Грузовики, которые на ходу, ликвизируют все до одного. Вот разрешение от министра Гурского. Достаточно? Конечно. Пока готово 8. Завтра будет 9. 12. Что с шоферами? Двоих я привел. Ля Сота. В Савицкий. Не знаю, что вам перевозить, но если нужны машины, предлагайте. Городские автобусы. Мы снимаем сиденья. Прекрасно. Все еще тайно, куда мы едем. Кто это? Не узнаете? Знаменитый гонщик. Пан Земянский. Познакомьтесь, господа. Очень приятно. Всегда любил автогонки. Жаль, времени не хватало. Сегодня вечером правительство покидает столицу. Варшава будет драться. Золото и ценности из банка должны быть вывезены. У нас есть 12 часов на подготовку транспорта. Директор Заремба. Пан Заремба, прошу вас. Пане министре, по-первых, господин министр, во-первых, не думаете ли вы, что война еще далеко от Варшавы? Во-вторых, не кажется ли вам, что фронт удастся задержать? И в-третьих, ненадежнее ли сохранить казну в бронированных подвалах здесь? Во-первых, не думаю. Во-вторых, не думаю. И в-третьих, не думаю. 4091, 4092, ящик 1018, побольше опилок. СТОНtschaft Пан Рената, уничтожьте это. Сколько такой весит? 60 килограммов. Для одного человека многовато. Это не для ваших мускулов, пан майор. Ящик международного стандарта. Так начинаются глупые повести. Дочка шефа влюблена в его подчиненного. Разве не смешно? Нет. Мне тоже. Бася, знаешь? У нас уже немцы. Я ничего не знаю о своих. Позаботься об отце. Он прекрасный человек. Ты будешь для меня настоящим героем, если останешься при нем. Пора, мои дорогие. Заботься о маме. До свидания. Будьте здоровы. Что за с répondre? Когда? Продолжение следует. Капитан Савицкий слушает Я просил досье на этого автогонщика Земянского? Последние гонки в Берлине в 38-м году В 38-м? С тех пор данных нет Захвати фотографию и все остальное Возьми Кофе готов? Да Ты забыл Где твой браслет? Браслет и обручальные кольца я отдал Афонт обороны Разве я не сказала тебе? Мариан Мариан, ты надолго? Не думаю Как дела, пан директор? Осталось загрузить две машины Вы решились, пани Ринато А я пригожусь, пан министр Не задавайте нелепые вопросы старому кавалеристу Слово кавалерист происходит от кавалера? Вы нам просто необходимы Тогда запишите меня Кто у вас остается в Варшаве? Мать Получите для нее пособие Спасибо Я буду у себя Хорошо Чемоданчик повидал, Лиде Я с ним не расстаюсь Можно взглянуть? Обыск? Пожалуйста Момент Минутку Оставьте меня Нечего хватать мой чемодан Сюда нельзя Отпустите мой чемодан Это невыносимо Какое нахальство Я же объяснила ему, что иду к тебе А он хочет обыскать мой чемодан Откуда чемодан? Что ты здесь делаешь? Для женщины найдется местечко? Если пан позволит У меня есть место Спасибо вам большое Пан министр Погрузка закончена Хорошо Продолжайте по инструкции Пан полковник У моей жены никого нет в Варшаве Пан майор Мы ограничили конвой до минимума Каждый из нас Каждый, кого же оставляет Моя жена беременна Это меняет дело В виде исключения Спасибо, пан полковник Немцы уже под лодзью Думаю, их задержат Вы тут один от ваших А как вы думаете? Дело Зимянского Вот оно Следите за его контактами Так точно Хорошо поедешь с Зимянским Но будь с ним осторожна Ты что, ревнуешь? Тебя всегда Слухай Запомни Если что, обратись к этим двоим Ничего не бойся Ты ведь под моим присмотром Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Знакомая швейцарка. Это вы? Еще с усами. Рейс Монако. Француз Жерар был вторым. А здесь Монте-Карло, 30-й год. А это Милан. Там был забавный случай. Как-нибудь расскажу. Монте-Карло. 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 Скорее, скорее. Осторожно. Объясни, в чем дело? Почему мне нельзя с ним ехать? Он прекрасный водитель. Внимание! Движемся колонной. Без обгонов. Каждый следит за машиной впереди и позади. Отъезжаем. У Зимянского отличное чувство юмора. Он знает столько историй. Помнишь Сделай вид, что двигатель отказал. И попроси у Зимянского инструмент. Только сам не открывай его ящик. Ясно? КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, пан министр. Сейчас не до этикета. Садитесь. Поезжай. Правительство уже влюблене. А настроение о чем вы? Что у тебя, керпичи, чемоданья? Нет, там любовные письма. С тяжелыми упреками на случай, если бы ты не взял меня с собой. Как я устала. Шляпу туда. Пиджак сюда. Марьян, останемся? В ресторан не идем? Нет. Ты сегодня выглядел как фараон. Повелевал своими рабами. А кто ты, если невольники? Кто у нас тут раб? Пойдешь по рогаликам? Сбегаешь за рогаликами? А по мне же пуй, да? Обязательно. Берегись. Против меня? Но. То-то же. Марьян! Марьян! Марьян, подожди. Принесу тебе свитер. Подожди. Калина! Где майор? Где майор? Следи за лестницей. Бомбят наш банк, это ясно. Премьер-министр требует немедленно погрузиться и двигаться на Луцк. Люди измучены. Приказ не обсуждается. С дорогой. Где Бобрук? Мне очень жаль. Я не должен был позволять ей ехать. Сохороним с воинскими почестями. Что-то такое. Показывал, пан? Такие у него были? Сконтан? Да, расписывал все гонки Псовал эти фотографии Хвастал знакомством с гонщиками Неужели немец? Фотомонтаж Настоящий Земянский пропал в Берлине Вы с самого начала знали? Прячьтесь быстрее Заграничный паспорт с собой? На кой черт он мне здесь? Решается вопрос об эвакуации золота за границу Куда? Не знаю Идут переговоры со шведами Потерь нет? Ранен водитель Пан Заремба Водите машину? Только легковую Придется освоить грузовик Внимание Замаскировать машины Никаких огней Выезжаем, как стемнеет Исполняйте Паспорт найдешь в моем письменном столе Постарайся помочь моей жене и дочери Хорошо Встретимся в Луцке Желаю успеха Спасибо Как он себя чувствует? Жить будет Вы это умеете У нее золотые руки Как дела? Так себе Прошу внимания У кого карта? Пожалуйста Положение таково Это мост И это мост Здесь открытое поле Дальше лес Сюда придет военный бензовоз Заправимся Все-таки упустил Зимянского Не спрашиваю, как Ты заплатил слишком дорого Наши влюбления устроят погребения Пан полковник Я хотел бы положить цветы на могилу Даю 90 минут Возьми мой мотоцикл Пан полковник Пан полковник Пан полковник Возьми мой мотоцикл Возьми мой мотоцикл Брать живьем Ваш пароль Мидас Фамилия Рот Настоящая фамилия Зимянского Ты получил предупреждение Унтерштурмфюрер Рудольф Ланг Запомни Он неистребим Тебе его не взять Слушай, Рот Будешь послушным Станешь военно-пленным И спасешься Будешь валять дурака Ты труп Вызывай центр Вызывай центр Держи Держи Мидас передает Изменение курса Колонна повернула на север Колонна повернула на север Моим Моя честь Это верность Что ты передаешь Что ты передаешь Конвой С нами Бог Не везет тебе Это фанатик Он хотел убить нас Всех троих С самого начала Мы под контролем Я выяснил пароль Но не узнал Остались ли их люди В колонне Как поступишь Продолжишь в одиночку На могилу жены И сына Я вернусь цветами После войны Можем ехать Надеюсь такая дыра Как Луцк Не привлечет немцев Здесь безопасно Понял Едем Едем Теперь куда? В Дубно Воевода угрожал расстрелом Если въедем в город засветло У меня плохие новости Хорошими сыты по горло Вводимся обратно И выезжаем Когда? Немедленно Загружай Выгружай Мы не грузчики Мы поляки С переломанными хребтами Это приказ Вперед Пан министр Пан министр Армия реквизирует золото Кажда штаба Каждый слиток Это пушка Грузим Мыслили, что Будем на них чекать Они думали Мы их подождем Каждый слиток Рысью, рысью, пан майор Вы правы Я неудачник Я это ляпнул со злости Простите Все мы здесь неудачники Цвет нашего невезения Красный Не понимаю Наши автобусы Пилоты находят их без труда Что предлагаешь? Шанс есть Прикажите им построиться, поручик Две шеренги Становись Пан министр Все ящики в наличии Пломбы не нарушены Спасибо Хлопцы Ребята При первом налете Бросьте автобусы Не понимаю, пан полковник Исполняйте приказ По машинам Мы послали их на верную смерть Почему? Возьму Я из польского банка к министру Беку Я из польского банка к министру Беку Министр Гурский сообщил вам, что вы поедете за границу Речь шла о Стокгольме Стокгольм отказал Остается Румыния Поедете в Бухарест А там договорились? Да Где находится транспорт? По дороге в Дубно Направим его в Снятин Еще есть проблемы? Армия реквизировала 4 тонны золота Министр Гурский пытается вернуть его Я займусь этим Пан министр А немцы не помешают Бухаресту? Не исключено Отправим этим путем все польское золото Все сокровища Вавеля А возможно и наше правительство Дипломатический корпус собрался Из Бухареста есть новости? Наш посол ждет аудиенции у министра Гафенко Господа послы От имени президента Речи Посполитой Правительства И своего лично Благодарю за дружбу и солидарность С моей страной Верю, что мы встретимся после победы Его святейшество, Папа Пий XII Уполномочил меня передать Что он в молчании будет молиться за Польшу В молчании Господа Кеннард и Наэль Если мы получим согласие премьера Калинеску Директор польского банка Пан Ковальский Провезет транзитом Провезет транзитом через Румынию Нашу национальную казну Прошу Лондон и Париж Помочь нам Я возвращаюсь в Париж Через Бухарест Можете рассчитывать на меня Французский крейсер Будет ждать вас в Констанце Мы не обнажим сабли Пока наша граница не нарушена Нейтралитет мы приняли без уступок Без утраты чести Но в самую тяжелую минуту для страны и Европы Румыния начнет борьбу за независимость Чего бы это ей не стоило Гитлеровский рейх Жаждет крови Расширения жизненного пространства И власти А те, кто мог бы помешать Смотрят на убийство и агрессию Как на цирк Несмотря на отчаянную оборону Польша пала После Австрии, Чехословакии и Польши Кто станет следующей жертвой Я осознаю, как велик риск Но согласился помочь Спасти польское золото Они пересекут Румынию за одни сутки Господин Григорьевич Вы встретите их на границе Чтобы уладить формальности Что с беженцами Совет Короны решил дать им пристанище Социальную и медицинскую помощь И возможность учиться Это означает Военным жалованию Гражданским полное содержание Школьникам и студентам Стипендии Но из какой части бюджета Из той, которая называется Гуманностью Ее нет в бюджете Но без нее нет румынской истории Господин Калинеску Вы притесняете правых внутри И противитесь немецкому влиянию Прием поляков Может стать последней каплей У Гитлера длинные руки Не забывайте Об убийстве Дольфуса Я ни о чем не забываю Все мои решения Продиктованы волей Румынского народа Посмотрите, как бедняки Встречают поляков Сколько молодых добровольцев Готовы защитить границу Исключений нет И первыми поднялись те На ком стоит земля Крестьяне и рабочие Таково отношение народа К фашизму Тут он не пройдет Нельзя дразнить немцев Их могущество требует уважения Не все согласны с вами Время не ждет Но оно будет судьей Гитлер бесится Это его обычное состояние Ни одного польского министра Ни офицера Ни солдата Мы не выдадим Берлину И сбережем ценности Пока поляки не смогут забрать их Золото внесем на депозит И вернем до последнего грамма После войны Проклятые кончатся же когда-нибудь И поляки Обретут свою родину Музыка Сюда, пожалуйста Это кто? Вон сейчас вошел Вас спрашивают Люди Калиневску Надо быть сыщиком, чтобы найти тебя Что, нелегкий у меня хлеб? Премьер ждет Вот так, без церемоний Пойду расплачусь Здесь у меня еще нет кредита Шустришь Лазарико? Что-то наклюнулось? Шефы тебя ищут Под присмотром конь точнее, да Мой тебе совет, Лазарико Не путайся под ногами Грубый же ты Разве мы не в одной упряжке? С тобой никогда Андроны Подай карту, Андроны Сюда Мунтиано Мунтиано Сколько ты видел золота в жизни? Дам тебе 80 тонн Сколько? Это задание для исключительного человека Абсолютно преданного и интеллигентного Я могу на тебя рассчитывать? 80 тонн Это соблазн Но не для тебя Я поручился Благодарю, господин министр Теперь посмотрим на карту Слушай внимательно Останови, это одец Панна Бася Бася? Папа? Как мама? Она сказала, что не покинет Варшаву, что бы не случилось Наша мама как висла Моя девочка Доченька моя Привез паспорт? Здравствуйте Да, конечно Пожалуйста Я поеду, догоню колонну Остаешься? Да До свидания Хороший парень Папа, ты замечательный Варшава Я универсу Варшава Немецкие танки в сердце Польши Варшава защищается Покупайте универсу Я универсу Продолжение следует... Продолжение следует... У вас такой груз? Мне поручили выдать вам все, что потребуете. Когда? Через 8 часов. С полной маркировкой. Разрешите? Продолжение следует... Коллега, здесь не проезжали грузовики? Колонна. Час назад. Нет. Мост охраняешь? Да. Один? Трофейные. Трофейные. Готово. Трофейные. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стойте. Мост заминирован. Рассредоточиться. Руф, опять ваш приятель Зимянский. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рудольф Франк! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я рад тебя видеть. Это на счастье. Экспресс-свадьба, комиссар. Жениху завтра в армию. Пошли, пошли. Долго будете гулять? До утра, как обычно. Как ни жаль, придется уйти раньше. Мне нужен ты и два паровоза. Спецзадание. Что за срочность? Технические испытания. Ты ведь не жених? Завтра на рассвете. Твое здоровье. На свадьбе не остался, меня арестовал. Вот так иметь друга-сыщика. Кого возьмешь с собой? Панаита, отца жениха. Где он? Вот этот. Будет трезвый, гарантирую. Как же ты с ним договоришься? Очень просто, тоже набьюсь. На рассвете у вокзала. И трезвый. Никому ни слова. Счастья молодым. Красивая у тебя дочь. Пан директор же? Пан директор, нет смысла вести дальше банкноты и акции. Они уже не имеют никакой ценности. Надо их списать и уничтожить. Хорошо. 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 Министр Гурский, директор Ковальский. Я Григорча, посол Румынии в Польше. Наше правительство согласно, чтобы золото доставили в Констанцию. Там будет ждать иностранное судно. Мы обеспечим охрану, но перевезти нужно быстро. Господин посол, объясните нашу тактику. Погрузим золото в вагон, он пересечет границу, а там его примут румынские железнодорожники. А кто этот человек? Извините. Комиссар Мунтиану из Бухареста. Он отвечает за безопасность перевозки. Майор Бобрук. Это я отвечаю. Надеюсь, вам понятен мой французский. Вынесли ответственность на польской земле и будете отвечать вне границ Румынии. Полагаю, это правильно. Не так ли? Как бы то ни было, я нигде не свободен от своего долга. Не так ли? По закону, после пересечения нашей границы вы должны сдать оружие. Получите его в Констанция. Поезжайте с послом в Бухарест. Хорошо. Их пароль Мидас. Вагон номер шесть. Вагон шестой. Восемьдесят два ящика и пятьдесят пять мешков. Спасибо. Поедете с нами дальше или вернетесь в Варшаву? Уже столько вытерпел, но еду. Весьма рад. Готово. Фломбируйте вагоны. Фломбируйте вагоны. Фомбируйте вагоны. Я должен ехать, Бася. Сердце болит. Как тебя оставить? Что будешь делать? Не знаю. Не знаю. Янек так хотел сражаться. Я похороню его. А я... Потом поеду к маме. Ты решительная. Папа. Вы похожи с матерью, как две капли воды. Идем, Бася. Пан Заремба не едет с нами. В Варшаве я оставил троих детей и жену. Но вы нужны казне? Самое дорогое сокровище это земля. Я останусь. Может, пригожусь. Понимаю вас. Если бы я мог выбирать, я бы тоже остался. Внимание! У кого документы проверили, могут пройти. Румынская пограничная служба пропускает группы по 150 человек. Просим приготовить документы. Первыми идут больные, раненые и семьи с маленькими детьми. Сохраняйте порядок. Кто здесь, Мидас? Мидас? Не вы, Мидас? А что, есть новости? Друзья ждут вас в Румынии. Руки вверх. Шагай. Не оглядывайся. В чемодане бомба. Но подождем. Вы решаетесь, здесь еще больше? Стой! Остановись! Кайданки! Наручники! О, мой гот! Взлет! Проволоку! О, мой 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 знак уназад. Георги, я тебя расслабляю. Парни! Где Ланг? Чуть-чуть назад. Я узнал тебя, ты Бобрук. Все обречен. Все наши тебя знают. Немного славы мне не повредит. Где Ланг? Он ждет тебя. На той стороне. Во что ты меня втянул? Это твой бантик на удачу. Свадьба ждет. Ланг пересек границу. Значит, он на моей территории. Конец первой серии. Вторая серия. Сохраняйте спокойствие. Сохраняйте спокойствие. Когда отъезжаем, приближаются немецкие самолеты. Немедленно. Окна должны быть закрыты и занавешены. Никому, кроме меня и майора Бобрука, не выходить из поезда. По окон не стоять. Идемте. Эй, кум. Поосторожней со мной. Не переживай. Сюда, пожалуйста. Четвертое купе. Пани Рената. Чемоданчик. Счастливого пути. Господин посол, до свидания. До свидания. Спасибо. Что ты забыл здесь, Лазарико? А, ты? Из-за этого мы рискуем шкурой? А что? Это кирпичи. Мы же не идиоты. Раз поляки говорят, значит золото. Это их дело. Ты не ответил, что ищешь. Получил приказ укрепить твою группу. Вижу, тебе это не слишком по душе. Хочешь прочесть? Тебе верю на слово. Раз уж мы вместе, выведай у поляков, что это за анекдот с кирпичами. Только дипломатично. Ты же умеешь. Он тебя проводит. Крепкий мужик. Мой коллега Лазарико. У него проблема. Польская водка его не берет. Все шутишь? Пригласите сюда, пожалуйста, пану Ренанту. Только незаметно. Очевидно, по небрежности вагон с золотом прицеплен к другому поезду. Помогите мне его отыскать. Да, это оно. Новак охранял этот вагон. Видно, слишком устал и не проследил. Новак? Да. Это же золото. Надо сообщить министру. Возвращайтесь к себе и никому ни слова. Хорошо? Хорошо. Но что будет с золотом? Это национальная казна. Вы не доверяете мне. Сердце подсказывает, что тебе можно довериться. Всегда слушай голос сердца. Мы срочно должны отъезжать. Это невозможно. Навстречу идет скорый. Надо переждать здесь. До Сучавы свободно? Когда скорая будет там? Через 20 минут. Освободи нам дорогу. А туда телеграфируй. КОНЕЦ 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 ЦИГАРЕТУ СИГАРЕТУ 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 Фиборова, Варшавская. Водка? Водка. Отлично. Ваше здоровье. Ваше здоровье. А как по-польски? Выпейте с нами, пани Рената, с удовольствием. На здоровье. Извините. Пожалуйста. Ваше здоровье. Дорогие мои, что происходит? Надо его отключить. Прошу вас, господин полковник. Субординация меня смущает, но мне необходимо задать вопросы. Что за необходимость? Приказ сверху. Понятно. Понимаешь по-французски? У меня своя стратегия. Своя что? Свой разум. Вы хотите убрать противника. Что еще скажете? Терпение. Терпение. За вас. Спасибо, не пью. Так быстро. Везете тонны золота, чтобы им в домино играть, что ли? Я понимаю румынский юмор, но у вас он ужасен. Банаит. Что? Сбавь скорость и поравняйся с Георгиевым. Может, лучше остановиться? Нет, мы должны двигаться. Выстави лопату, чтобы я мог предупредить тебя в случае опасности. Такая подойдет? Вполне. Вон тот вагон. КОНЕЦ Девяносто шесть. Помоги нам, Господь Эльвири. Благодарим вас за прекрасный прием. Большая честь оказать услугу Великому Рейху. Приготовьтесь, господа. Не отвечает? Нет сигнала, господин Унтершнфюрер. Конец вашему безделью. Пора ехать, господин Ланг. Надеетесь на приглашение? Пожалуйте в вагон, господа. Прошу не забывать, кто здесь приказывает. Я не позволю вам забавляться, как в Польше. Они должны задержаться в Сучаве, чтобы набрать воды. А если не удастся, поедем за ними. Слушаюсь. Дай мне одну фуражку. Никогда не думал, что буду сидеть. На такой куче золота. Что это? Моя жена. Красивая. Осталась в Польше? Да. В могиле. Наш сынок не успел родиться. Не понимаю. Ланг. Нам нельзя жениться и иметь детей. Давно занимаешься этой работенкой? Уже 20 лет. И я столько же. Когда-то думал, что всю жизнь буду обычным бухарестским легавым. Но начались такие проблемы, что пришлось решиться. Болтаете по-французски? Машинист твой парень? Первого мая он нёс транспарант Гитлера на виселицу. Как мы подружились? Комиссар полиции с коммунистом? Бывает. Среди вас есть новых? Да. А что? Покажи мне его. Рената сказала, что это он перебутал вагоны. С кирпичами? Прекрасно. Нам ещё третьего поезда не хватает. Нет, я не смог бы. Что будем делать? Ланг ждёт нас. Гобрук. 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 Ага. Ты должен быть на станции, как только мы отъедем. Сразу же? Не прозевай. Вы отцепите паровоз, остальное сделаю я. Может взорвать рельсы? Здесь не Польша. После того, что было сказано в Берлине, Бухарист уступит. Продолжим, как задумано. Я получил телеграмму на польском. Спасибо. Вы ехали удачно, со всеми детьми. Не лучше ли поместить золото в сейфы здесь? Немцы только этого и ждут. Мы обеспечим вам транзит до Констанция. А там английское посольство потыщет для вас корабль. Вам надо спешить. И там уповать на Божью милость? Золото должно сегодня покинуть Румынию. Каждая минута на вес золота. Констанция ждёт военное судно. Не заблуждайтесь. Турция не пропускает через Дарданеллы военные суда. Будет другой корабль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Двое впереди и двое сзади Привет, Георгиево Привет Что везешь? Тебе зеленая улица Кирпичи Шутни Счастливо Не двигаться Руки вверх Слышишь? На ближайшей станции отцепишь паровоз Не двигаться Брось лопату Положи лопату Держу, комиссар, держу Поезд идет на седьмой оград Через 30 минут Ланг задержит их в Сучаве Вайс и Вильгельм Вы свяжитесь с центром Так точно Вперед, господа Музыка Эксперт Расскажи-ка мне свои байки про автогонки. Расскажу, расскажу. Какая тебя интересует? Субтитры создавал DimaTorzok Ланг, сдавайся. У тебя нет шансов. Куда? Ни слова. Поезжай. У меня мало пара. Надо подбросить угля. Одно лишнее движение и стреляю. Предлагаю! Размахи! Размахи! Городки! 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 Оставь его мне. Он твой. Сколько тебе пообещали. Ты же играешь со смертью. Ящик золота. Ты заслужил, Идем. Открой-ка вагон, Бобрук. Забирай. Мы с немецкого предприятия Дергубау. Хорошо катись. Теперь добавим пару и домой. Допивать тот бочонок вина. Что мне осталось в жизни? Винцо, трубка и ожидание внуков. Он тянул! Я оставил его здесь. Его нет. Теперь он будет искать тебя. КОНЕЦ Где они? Не провалились же? Там. В туннеле. Значит, Лангу удалось. Вперед. КОНЕЦ КОНЕЦ Господин министр, у меня распоряжение самого фюрера. КОНЕЦ Чего же хочет ваш фюрер? Дословно. ПОЛОНИЦ 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 ПОЛОМ ПОЛОНИЦ НО배 ЦУ Закрыть границу с Польшей и официально объявить нейтралитет Румынии. Это что, приказ? Действия во вред интересам Рейха встретят самый суровый ответ. Некоторые слишком спешат с ответом. Как расценить участие работников Дер-Дулбау в нападении на румынский поезд? Господин министр, Рейх не занимается диверсиями. Он слишком могуществен. Я рад услышать официальное заявление, что вы не причастны к этому бандитскому нападению. Господин министр, В случае попытки вывоза польского золота из Румынии мы будем вынуждены, военный атташе лучше объяснит. Авиаатака. Мы разбомбим транспорт. На здоровье. Какой воздух. Надо размять ноги. Выпью цистерну воды после вашей водки. Где это мы? Где-то, где нет еще войны. Как тут тихо. Скорый поезд номер 47 опаздывает в Сучаву на 40 минут. Просим пассажиров покинуть перрон номер 1 и перейти на перрон номер 3. А ну? Вы обещали мне кое-что, если я помогу. Один ящик из тех. Но этот поезд везет кирпич. Ты что, пьян? Наш поезд давно прошел. Какой? Какой еще поезд? Наш. Захваченный унтерштурфюрером Лангом. В вашем поезде кирпичи. Это проделки Мунтиану. Опять Мунтиану? Я укажу поезд, который вам нужен. Сменить тебя? Нет, спасибо. Я комиссар Мунтиану. Здравствуйте. Они в опасности. Где телеграф? Здесь. Передавай. Бузео, я Сикля. Передаю. Поезд не задерживать. Направьте его на рассортировку. Это все. Что с механиком? Бузео, остановка. Там ждут наши. Останови Бузео. Бузео, хорошо. Что я тебе сказал? Сигнала же не было. Ты проехал Бузео? Вовсе нет. Это было Бузео. Ты что, спятил? Куда едешь? Я ничего не сделал. За этот поезд я отвечаю. Перестань. Надо расцепить состав. Зачем остановил? Надо воды взять. Какой еще воды? Баровоз заправить. Порядок? Да. Все по местам. Внимание. Вз Продолжение следует... Продолжение следует... По-вежливее, они могут пригодиться. С ума сошел? Хватит! А дай пистолет. По почте пришлю. Черт возьми, совсем сурел? Продолжение следует... Мы не выдадим немцам ни одного поляка. Милитары разместим в соответствии с международным правом. Они смогут уехать в любую страну. Так же поступим с польским правительством. А объявление нейтралитета? Только после того, как вывезут золото. Это самое трудное решение в моей жизни. Симпатия нашего народа на стороне поляков. И мы должны сделать выводы. Речь идет о защите их духовных ценностей. В момент, когда на их страну надвигается долгая ночь. А с нами что будет? Румыния не согнет голову перед экстремистами. После Польши, Гитлер начнет готовить петлю для следующих. Румыния не хватит веревки. Румыния не хватит веревки. Румыния его самово вздернут. Румыния не хватит веревки. За себя я не боюсь. Я хорошо знаю фашистов, и не только немецких. Хочу с тобой поделиться. У меня странное чувство, будто я уже одет в саван. Посмотри, что я здесь нашел. Боже, какая красота. Есть кофе, пани Рената? Пожалуйста. И тебе? Спасибо. Великолепный вид. А 10 дней назад мы были в Варшаве. Варшава защищается. Мы еще вернемся. Поздравляю. Привет от Зимянского. От этого бандита? Не знаю, кому вы везете отчет за эту поездку, но прежде всего советую отчитаться перед своей совестью. Что такое? Есть проблемы? И премного. Вы редкий неудачник, пан майор. Наш поезд уже вошел в историю, а вас в нем не было. Вижу, вы начали писать мемуары. Я буду их прилежным читателем. У них вас тоже не будет. КОНЕЦ КОНЕЦ Приветствую. Господин Роджерс, английский консул в Констанце, министр Гурский. Я, право, не знаток этого рода судов. Такое ли вам было нужно? Надеюсь, что да. Подать трап. Позвольте представить. Капитан Брэд. Очень приятно. Курский. Лавша. КОНЕЦ Каким судном вы командовали? Из военных никаким. Жаль, нам бы пригодилось. Ваше предложение? Пожалуйста, приготовьте краны для погрузки. К сожалению, мы не располагаем грузоподъемными устройствами. Открывайте вагоны. Начнем погрузку. КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что это? Смотрите! Это же польские сокровища! Немцы отправят нас на дно! Уходим, ребята! Нам жить не надоело! Ее бросайте, уходим отсюда! Что происходит? Куда вы? Что вы делаете? Мы же сговорились! Ребята, вернитесь, мы заплатим больше! Подождите! Возьмите себе! Немцы нас утопят! Останьтесь, мы договоримся! Лучше мы подешевле работу подыщем! Работы хватает! Видал? Хотели нас надуть! Поехали домой! Кто-нибудь знает румынский? А что? Куда это вы? Порт? А что такое? Трепать языками по кабакам Констанцы? Вы нам запретить не можете! Мы пришли не с пустыми руками! Лезьте все в вагон! Я говорил, не надо было с ними связываться! Заработали, называется! Сиди теперь здесь! Встретились мы с ним в Стамбуле! Стеллу здесь, где-то наверху! Пришли его к моему столику! Когда отплываете? Скажи капитану, чтобы не торговался! Хорошо! Пожалуйста, капитан! Все в порядке! Иди, Кашута! Кого я вижу? Комиссар Мунтиано! Потише! Это капитан Бретт! Узнаю по запаху бензина! Госпожа Бретт! Пожалуйста! Какой смешной! Какой смешной! Вы пахнете, как цветок, как море! Однажды в Сиднее не стоит! Это ты уже рассказывал! Выпьем! Капитану нужно 15 человек! 15! Куда рейс? Констанца Ливерпуль! Какой груз? Как обычно, нефть! Понятно! Когда выходить? Немедленно! Хотя бы 10 человек! Хорошо заплатят! Деньги вперед! Подозрительно все это! Выходить ночью! Красивая жена! Плюс, дюжина друзей со скарбом! А что за друзья? Не контрабандисты? Поляки! Беженцы! Ясно! Через час буду на набережной! Договорились! Хорошо! А остальные будут! Капитан Брэдд идет на запрахтованном судне! Капитан Брэдд идет на запрахтованном судне! Капитан Брэдд идет на запрахтованном судне! Капитан Брэд идет на запрахтованном судне! Капитан Брэд идет на запахтованном судне! Он пройдет на запрыганье жена! Или которой ты предпочит? Не знаю, почему я не прочь остаться здесь, согласен. Может, когда-нибудь я вернусь. Если бы только певичка осталась красивой и мелодия той же самой. А если девушка постареет, а песня забудется, хорошие песни не забываются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не понимаю слов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И что из этого? Скажи мне это слово. Останься. Одни часто его говорят. Другие быстро забывают. Никто тебя не заставляет. Кажется, я начинаю понимать слова. Теперь твоя очередь плакать, а моя говорить нет. Субтитры создавал DimaTorzok Жаль. Простите, ради Бога. Пани из Польши. Надеюсь, не откажетесь потанцевать со мной? Извините. Субтитры создавал DimaTorzok Твой отец был настоящим немцем. Субтитры создавал DimaTorzok Ты помнишь, за что он получил железный крест? Помню. Это хорошо. Почему же ты не убрала этого полицейского? Я иначе поняла приказ. Но я подкупила матросов. Судно осталось без экипажа. Надеюсь, теперь ты правильно поняла приказ. И еще. У нас есть человек для экипажа. Он стоит за спиной. Запомни его. Зовут Кашута. Пусть обратится ко мне. Я сделаю это. Что за человек? Я не знаю его. Сейчас здесь полно поляков. Я не знаю его. Говори. Что? У немцев в конвое есть глаз. Кто это? Не я. Ты взял Ланга. Был бы я с ними, каждый грузовик посадил бы по немцу. Я старый солдат. Это может быть кто угодно. Вертельский. Гурский. Рената. Даже ты. Не удавай дурака. Твоя жизнь на волоске. Минутку. Ведь этого Ланга, или как его, Зимянского, мне подсунуло Рената. Рената. Я искал водителей. Точно, шеф. Найдите Ренату. Снимите же наручники. Придет время. Доказательства. Это точно. Она говорила, что ее отец служил во втором полку первой бригады. Но я сам служил там. У нас не было офицера с такой фамилией. Шефе. Я кровь проливал. Шефе. У меня крест за отвагу. Откуда ты взял автобусы? Как откуда? Из парка. Это она. Красные автобусы. Хорошо. Закончим на корабле. Руки вверх, Бобрук. Извини, ты потерял жену, но ничего не выиграл. Не везет тебе. Сейчас пойдешь со мной. Жаль. Ты был даже симпатичный. Оставь. Это мое дело. Это мое дело. Я сделала все, что могла. Кашута уже на борту. Не моя вина, что не все удалось. Ты сгорела. Спроси обо мне в центре, в Берлине. Моя честь. Моя верность. 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 Жаль. Субтитры создавал DimaTorzok Одиссея польской казны началась 5 сентября 1939 года. Закончилась она в 1947 году. Польское золото скиталось по трём континентам. Четыре тонны золота, которые попали в Румынию позднее, были спрятаны от фашистов и после войны возвращены в Польшу. Какой прекрасный день. А в это время вся Европа горит. Трудно поверить в это. Через два дня после отплытия польского золота из Констанции правительство Польши попросило политического убежища. За свой последовательный антифашизм премьер-министр Роман Калиневску убит 21 сентября 1939 года террористической группой «Железная гвардия», которая была обучена в Берлине. Субтитры создавал DimaTorzok Фильм озвучен на русский язык в Государственном творческо-производственном объединении «Мосфильм» в 1989 году. Режиссер озвучания Александр Гордон. Звукооператор Юлия Булгакова. Автор литературного перевода Яков Храбов. Редактор Ольга Палатникова. Текст читал Александр Белявский. Конец фильма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова